всем привет вы находитесь на канале про деньги рынке дмитрий шеф в этом очередном ежедневном выпуске рассмотрим с вами текущую ситуацию в нашем российском рынке на валютной паре рубль доллар как обычно смотрите это видео до конца не приматываем все станет предельно понятно но чтобы не пропускать новый выпуск обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте кнопочку колокольчик рядом с кнопкой подписаться чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках ну а мы с вами традиционно начнем с индекса московской биржи который у нас в рамках коррекционного канала сейчас движется этот канал я уже прорисовывал несколько то скажем видео подряд и видим что достаточно четко в этом канале мы сейчас движемся вчера тестировали снова нижнюю границу данного канала и к тому же третий раз тестировали вот эту наклонную линию в рамках который также у нас идет движение и в целом если мы с вами обратим внимание на вот этот рисунок то мы также здесь можем усмотреть сами некий коррекционный флаг по большей части такой флаг коррекционный он говорит о возможном продолжении движения вверх то есть когда у нас идет движение по направлению далее идет коррекция то при пробое верхней границы данного канала и фигуры флаг у нас обычно обновляется максимум данной верхушки и идет достижение до следующего уровня сопротивления от следующего уровня сопротивления у нас находится практически на 3240 поэтому я бы следил за данным газан до данной границы верхней до данного канала и флага если мы его будем пробивать соответственно можно ожидать движение уже достаточно неплохое на уровень 3200 конечно возможен и более негативный вариант все зависит от внешнего фона на рынке внешний фон он зачастую сейчас определяется геополитическими причинами буквально пару сессий назад у нас была новость о крушении самолета да и мы видим что вот эта новость она добавила драйвера для снижения нашего рынка в частности у нас пошли продажи в том же самом сбербанке который мы сейчас с вами тоже посмотрим вот поэтому я обращал бы внимание первым образом конечно же на внешний фонд который является таким сейчас определяющим до для настроения наших игроков все мы прекрасно с вами знаем и помним что основная масса у нас торгуют на рынке это физические лица соответственно они более подвержены таким вот воздействиям есть некие пороги при достижении которых начинается паника и соответственно идет развитие продаж для меня да конечно же бы был лучший вариант снижения панических продаж вот до этой зоны покупок но пока он таких негативных новостей мы с вами не встречаем до негативных новостей которые обрушили бы наш рынок нет по сути вот поэтому мы пока что несколько корректируемся перед возможным дальнейшим ростом вот эта . вчера при достижении нижней границы данного канала в принципе являлась локальной точкой для входа в позиции что собственно делал я напомню что делаю я то что покупаю свою аналитику режиме онлайн пишу своем закрытом вип канале телеграм канале подписаться на который можно по ссылочке внизу под видео описание все желающие а так вот вчера была формация по сургут преф об этом я написал ну и соответственно здесь у нас был клин формация клин ну и соответственно у нас произошел вчера выход из данного клина по данной формации естественно здесь была точка входа потому что было поджатие к верхней границе у нас пошел пробой но с том что о чем собственно я и написал где собственно я докупал позицию у меня была здесь позиция по сургуту ранее я на росте половина позиции фиксировал здесь я докупил снова вот достаточно до большой доли довел но и вчера на этом росте позицию зафиксировал о чем отметил в своем о своей табличке которую я веду по сделкам это сделки за январь ну и соответственно доходность практически 30 процентов это доходность не от всего депозита сразу хочу отметить здесь доходность от тех частей которыми я захожу сделки соответственно но доходность 30 процентов даже за один месяц за январь я думаю достаточно неплохо сургут вчера один один процент был была забрана сделка что внутри дня также достаточно выглядит неплохо согласитесь также здесь писал сопротивление сопротивление это как раз таки является точкой достижения цели то есть целевые ориентиры на графике здесь отмечал вот у нас вторая точка была но если мы с посмотрим на график то вторая точка у нас как раз таки вчера и была достигнута от которой пошел откат ну и собственно который я зафиксировал полностью свою позицию а сейчас нахожусь полностью пока в кэше последнюю позицию которая оставалась по сургуту закрыл но из интересно что меня сейчас интересует из бумаг пока это в к ранее достаточно неплохо удалось заработать навыка также сделки были закрыты практически четыре процента было забрано а вот и давайте пробежимся тогда с вами по бумагам по основным посмотрим технической точки зрения что там у нас происходит ну и пару слов касательно сургута сургут по-прежнему прививки остаются наиболее привлекательными в части дивидендной доходности а по возможно дивидендной доходности это порядка двадцати одного процента сейчас почему-то многие избушки перестали озвучивать данную компанию не знаю почему компания достаточно неплохо уже выросла и в основе своей но свое движение практически все уже осуществила достаточно неплохой рост но нам по моему мнению потенциал еще у данной компании есть если мы с вами предполагаем дивидендную доходность в районе двадцати одного процента будет ли выплачивать или ее или нет это уже второй вопрос но рынок живет ожиданиями то потенциальное возможное движение по данной компании на мой взгляд находится на уровне семидесяти рублей ну представьте 20 процентов 21 процент доходности на нашем рынке не дает ни одна компания и естественно при такой дивидендной доходности должна быть переоценка данной компании на ту доходность которая сейчас дает так скажем те же самые там облигации либо дивиденд депозиты до своими процентами соответственно если мы предполагаем что ставка рефинансирования порядка шестнадцати процентов то при такой дивидендной доходности при дивидендной доходности 21 процент если мы с вами посчитаем то порядка 15 процентов дивидендной доходности будет при достижении уровня 70 рублей это ориентир опять же зависимости от кто дивидендной доходности которая дает бумага то есть потенциал роста здесь достаточно неплохой еще есть тем более мы видим здесь консолидацию в данном клине если выход из клина пойдет и будет развиваться и обновлять свои предыдущие максимум соответственно мы здесь увидим отработку вот этих целей верхней который верхней целью которой является уровень 60 все опять же зависит от того будет ли сейчас избушки снова рекомендовать данную компанию но насколько я знаю буквально вчера одна из один из брокеров начал уже своим клиентам эту историю рекомендовать то возможно в дальнейшем эту историю будет каким-то образом развивать и разгонять на свои отметки реальные да так как рынок на мой взгляд сейчас эту компанию особо не до оценивает также фактором роста во всяком случае вчерашнего у нас послужил послужила девальвация рубля у нас здесь было поджатие к верхней границе данного треугольничка ну и соответственно в рамках данного треугольника я ожидал выход о чем собственно также писал своем телеграме это послужило также драйвером для сургута потому что сургут по большей части прививки ходят за долларом если мы рассмотрим на сургут обычку то данная бумага она абсолютно непонятно как ходит она абсолютно не подвержена каким-то движением той же самой валюты и соответственно где-то доходность по обычке там порядка 0808 до что достаточно неинтересно даже с учета какой-то выгоды в плане движения потому что эта бумага она абсолютно непонятно как ходит в отличие от префок которые дают диета доходности на достаточно неплохом уровне а ну и что касаемо валютной пары рубль доллар у нас сейчас некие прерия возникает между минфином и центральным банком центральный банк выступает за отмену продолжение обязательно валютной продажи выручки экспортерами министерство финансов выступает за и министерство финансов вроде как отмечает что это положительно повлияло на укрепление рубля а центральный банк наоборот говорит что все лавры мои укрепление рубля было за счет того что центральный банк поднимал ставку рефинансирования мы все с вами прекрасно знаем что начиная с августа когда начались такие большие движения в отношении укрепления рубля в часе поднятия ставки рефинансирования особо на это рынок внимание не обращал не обращал да и крупные спекулянты которые гнали валюту вверх они продолжали это делать и только после того как ввели ограничения по вернее ввели обязательную продажу валютной выручки эта мера она большей степени повлияла на укрепление рубля мы это с вами помним на уровне 100 собственно здесь я валютную пару в фьючерсе шортил о чем писал своем телеграме вот так как я не думал что у нас валюта уйдет выше 100 рублей что собственно и произошло одним из ключевым моментов и инструментов у нас как раз таки было регулирование валюты в части обязательно продажи выручки что собственно потом правительство и ввело поэтому я считаю что эта мера она достаточно эффективная у нас у экспортеров достаточно большие накопления в валюте за на заграничных счетах для того чтобы компании вели свою продолжали деятельность потому что естественно то оборудование те технологии которые закупают наши экспортеры за границей рассчитываться за них до необходимо валюты частности евро доллар потому что эти валюты они по-прежнему актуальны в международных расчетах они по-прежнему остаются важной единицей расчетов на международном уровне кто бы как не говорил естественно не будут рассчитываться там юанями либо там рупиями индийскими да потому что это никому не нужно вот по-прежнему одной из ходовых международных валют в расчетах является евро и доллар поэтому наши экспортеры достаточно большие позиции скапливают на зарубежных счетах я не говорю о том что они прям обязательно полностью всю свою кубушку будут расчехлять и продавать в рынок в этой необходимости сейчас нет это ручное управление и в зависимости от того на текущий момент если необходимость пополнение там бюджета да если необходимость там в поддержание валюты если необходимость в девальвации рубля в либо в наоборот в укреплении рубля в зависимости от этого и идет регулирование в части продажи валютной выручки экспортерами с то есть 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 необходимость дают команду если нет необходимости то эта продажа она приостанавливается потому что сейчас и так в рамках валютной бюджетного правила идет продажа обязательной валюты достаточно неплохих объемах если к этому еще добавить обязательную продажу валютной выручки экспортерами то наш рубль просто напросто достаточно сильно укрепят но укрепят его в моменте какой-то экономической эффекта на более длинном горизонте времени в этом никакого нет поэтому я бы особо не обращал на это внимание да есть укрепление но есть у нас коридор которым сейчас валютная пара ходит это восемьдесят семь с половиной девяносто два с половиной причем я уже неоднократно говорю что вот этот прострел где вышел достаточно огромнейший объем это а в очередной раз было прощупывание когда у нас происходят такие прострелы мы зачастую это видим в акциях то обычно цена идет на тест вот этого прострела и вполне вероятно по моему мнению мы можем сходить на уровень девяносто два с половиной оттестить опять верхнюю границу данного широкого боковика потому что даже продажи валюты в рамках бюджетного правила более выгодно будет по высокому курсу для того чтобы пополнять бюджет никому сейчас не интересен укрепляющийся рубль поэтому и ранее было озвучено озвучено что коридор в районе 90 рублей это не говорит о том что прям 90 будет уровень держаться у нас есть на рынке волатильность поэтому вокруг да около вот этой отметки у нас курс в текущем времени по всяком случае до марта на мой взгляд будет ходить до в рамках данного диапазона ждать более агрессивно укрепление рубля я бы не стал сейчас на самом деле это никому не выгодно не экспортером не правительству в рамках федерального бюджета который испытывает дефицит по результатам которые мы видели с вами до данные за декабрь двадцать третьего года что дефицит он на самом деле увеличился вот поэтому если нужна валюта то в текущих уровнях можно ее начинать покупать но один момент главный покупать ее только в наличной форме либо на счета в зарубежные да в зарубежных банках в электронном виде покупать ее и хранить в наше время просто небезопасно в любое время может прилететь могут прилететь санкции а мы знаем что уже 13 пакет санкций разрабатывается и валюту на счетах могут просто напросто заморозить вы ей не сможете воспользоваться снять обменять и так далее вот по валюте я думаю все достаточно предельно понятно коридор 92 с половиной 87 с половиной у нас по-прежнему сохраняется какого-то более агрессивно укрепление рубля я бы конечно же текущих реалиях не ждал более интересная ситуация у нас развивается на акция сбербанка которая технически у нас вчера достаточно неплохо продавали прямо сокрытие у нас был такой пробой вниз скинут был большой объем вот и особо откупа мы вчера с вами не увидели посмотрим как будет развиваться ситуация сегодняшнем дне возможно здесь продажи все теми же не резидентами из дружных стран и мы видим что ранее вот эта волна который мы наблюдали это и была продажа не резидентами из дружественных стран сейчас возможно при достижении вот этих уровней снова начались такие же продажи в принципе по сбербанку ничего нового у нас не происходит в рамках той статистики касательно доходов банка пока все в рамках прежних ожиданий каких-то более глобальные достижения у банка я думаю в текущем году не будет хотя герман греф говорит о том что прибыль будет не меньше чем прошлом году и здесь на самом деле вот на дневном графике у нас здесь вырисовывается некая интересная картина у нас принципе такой вот есть здесь канал восходящий и некий гип вырисовывается было бы конечно круто если бы мы отработали этот гип и пришли на уровень 255 260 также у нас здесь яма 200 на уровне 252 но на самом деле пока что в это мало верится никаких оснований для этого нет если опять же не будут какие-то геополитических потрясений если мы в сбербанку сюда придем соответственно по индексу московской бирже мы придем вот в этот заветный диапазон всеми так ожидаемое но пока на самом деле в отсутствие каких-то негативных новостей негативных факторов для рынка я думаю что сюда дойти мы пока не сможем если будут какие-то негативные факторы негативные новости то вполне вероятно мы быстренько сюда долетим сбербанк будет по двести пятьдесят два но а индекс московской бирже практически по три тысячи да то есть нижняя граница данного широкобаковика пока что так как мы достаточно сильно не корректируемся соответственно отрабатывать идеи можно только как-то точечно да отдельно но не широким не широким рынком для входа в широкий рынок пока точек входа сейчас на мой взгляд на рынке просто-напросто нет вот поэтому за сбербанком нужно следить это та бумага которая движет наш индекс но соответственно за индексом двигаются и остальные бумаги здесь более такой видимый уровень у нас находится отметки 270 270 вчера мы до него не дошли бумагу начали немножко откупать но по факту мы с вами увидеть даже на вечерней сессии особо откупа нету это говорит нам о том что рынок пока у нас слабый далее по бумаге газпром по бумаге газпром но собственно драйвер у газпрома закончился моментный да у нас здесь был треугольник я бы сказал клин в рамках которого у нас бумага двигалась далее у нас был выход из данного клина здесь бумагу скорее всего зафиксировали потому что был объем на верхах и снова зашли под нижнюю верхнюю границу данного клина соответственно по данной формации пока есть большая вероятность дальнейшего снижения по газпрому поддержка у нас локально горизонтально находится на уровне 165 поэтому за за данной поддержкой я пока следил несмотря на то что по газпрома выходят различные положительные новости пока каких-то драйвер для газпрома нет газпром это та бумага сейчас я именно имею ввиду если спекулятивно которая будет расти на конкретных позитивных новостях пока эти конкретных новостей не будет то по-прежнему среди источное видение моего моего да по газпрому это достижение уровня как минимум 185 190 вплоть до уровня 200 если будут обозначены дивиденды в ближайшем день на сезоне но дивидендный сезон у нас начинается ближе к лету поэтому времени достаточно еще много вот и до этого времени если газпром не анонсирует дивиденды до ближайшее время бумага просто-напросто пока можно находиться в режиме ожидания каких-то более агрессивных драйверов сейчас конкретно для газпрома нет вот но а среди срочных дивидендные сезоны потенциал роста конечно же бумаги есть я газпром зафиксировал об этом я писал да соответственно где я буду добирать его но буду смотреть по факту пока те уровни на которых он не интересен я уже отмечал в телеграм-канале своем вот если будет достигнуты данные отметки соответственно газпром я снова буду покупать но на текущих отметках газпром пока мне не интересен будет ли его разгонять будем с вами наблюдать но опять же повторюсь каких-то спекулятивных фактор сейчас конкретно для покупки газпрома на текущих уровнях конечно же у рынка просто-напросто нет кстати здесь клин мы можем рисовать разными точками то есть у нас есть такой вот клин есть вот такой клин и если мы опять же расчертим вот такой клин то бумага в рамках данного клина чтобы его оттестить сверху необходимо данной бумаги спуститься на уровень 164 возможно мы сегодня этот уровень достигнем вот и нужно смотреть на отработку уже данного верхнего клина да ну и соответственно здесь на 164 у нас находится дима 50 это будет также неким драйвером возможного отскока бумаги но мы видим что импульс он пока затух соответственно интересов бумаги у спекулянтов пока нет интерес у них пропал скорее всего здесь на подскоке были зафиксированы позиции которые гнали от низа данной нижней границы клина соответственно ну более интересно будет уже к снижению к уровням там 160 159 и так далее достаточно неплохо сейчас смотрится котировки компании в к я наблюдал здесь неплохой откуп об этом я также писал в телеграме это говорит о том что интерес в этой бумаге у игроков достаточно серьезный так как в момент снижения нашего рынка бумагу в к достаточно неплохо выкупали в чем здесь может быть идея идея здесь может быть в том что в к может выкупить у озона 25 по моему процентов акций что повлияет на века в плане переоценки рынком да и практически потенциал роста здесь чуть ли не до 50 процентов вот и по факту эта новость пока что остается новостью будет ли выкуп либо не будет выкупа об этом принципе никто не знает я бы даже не если не обращал внимание на то отчетность которая выйдет годовая пвк по факту мы можем снова там увидеть убытки потому что компания достаточно широко сейчас расходует свои денежные средства на маркетинг на рекламу ну то же самое что и у то самое что у тинькова до тиньков также активно тратить деньги на рекламу на привлечение клиентов то же самое сейчас происходит у века это захват аудитории той которая была то скажем у конкурентов которые ушли до в связи с текущими обстоятельствами то есть курин конкуренты у нас ушли остался один монополист сейчас на рынке это века а в отсутствие конкурентов века сейчас пытается захватить как можно больше аудитории достаточно большие деньги в это вкладывает в рекламу в развитии мы все с вами прекрасно видим да как покупают тех же самых там блогеров крупных раскручивают активность соц сетях это реклама соответственно сейчас идет набор аудитории и опять же с чисто технической точки зрения мне эта площадка абсолютно не нравится она как была доисторическая так она и осталась абсолютно не удобный интерфейс и так далее если были бы у нас конкурента соответственно конкурентоспособность века было бы на минимальном уровне на нулевом но в отсутствие конкурентов так как века сейчас занимает достаточно монополистический монополистические позиции да соответственно века сейчас пытается захватить как можно больше рынка как можно больше аудитории вот и в целом опять же если эта новость она реализуется а рынок живет ожидаемый покупает на ожиданиях то соответственно у века есть достаточно неплохой потенциал вплоть до достижения вот этих предыдущих максимальных значений компания переехала у компании все кто хотел продать те кто покупал дешевые расписки уже продали соответственно есть потенциал для восстановления достаточно неплохой на ожидании тех событий которые я только что проговорил а вот и мы видим что интерес в этой бумаге у игроков есть и в ближайшее время мы можем у ней и достаточно неплохой рост а если я буду возвращаться в эту бумагу я буду об этом писать но мне нужно увидеть некое подтверждение для дальнейшего роста пока на текущих отметках я свои позиции зафиксировал прибыль забрана дальше пока только наблюдение так газпром нефть по газпром есть но достаточно очень сильно выросла компания я не знаю кто ее так разогнал на чем это основано вот но на текущих отметках даже спекулятивно покупать достаточно рискованно я не люблю такие истории которые достаточно сильные отросли и потенциал падения в случае какого-то форс-мажора у таких компаний достаточно большой и здесь если мы смотрим с вами по графику нам важны вот такие вот консолидации и так как у нас консолидация принципе проходила вот на этом уровне мы видим что с этой позиции у нас пытается данную бумагу откупить следующая достаточно хорошая консолидация будет уже на уровне 650 то есть это консолидация где было накопление позиции выкуп позиции у тех кто фиксировал здесь позиции и потом бумагу тянули вверх такие истории я не люблю разогнанные и покупать даже спекулятивно нужно самом деле здесь большой имеется риск у нас отскок вчера произошел от яма 100 это уровень практически 800 ну и здесь есть такой у нас уровень но он даже не на 800 у нас находится а на 800 на 805 я бы сказал вот этот уровень фактически да 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 точно мы не на уровне 800 она 805 натурой то есть фактически мы вчера закрылись даже под данным уровнем и здесь мы видим некая попытка откупа небольшой объем вышел но на самом деле есть некая вероятность возможного отскока от текущих значений но опять же повторюсь покупать даже спекулятивно на таких разогнанных отметках я бы эту компанию не стал тем более я здесь не вижу большого объема который бы останавливал данное снижение если нет вот таких вот повышенных объемов более среднестатистического до уровня соответственно бумага может продолжать дальнейшее снижение остановляя останавливать такое снижение может быть может только достаточно большой объем в противовес тем продавцам которые тянут бумагу вниз если мы видим вот такие вот небольшие объемы что в принципе на всей истории они ну среднестатистические соответственно говорит о том что здесь небольшая доля вероятности что бумага развернется на обратный отскок тиньков но принципе все в рамках ожидания тиньков слили весь этот отскок я не знаю кто здесь покупал и на самых хаях теперь зависает бумага будет переезжать бумагу в интересно будет покупать после переезда тиньков яндекс это одни из бумаг до в которых на вес продаж может быть достаточно высокий потому что очень много расписок было заблокированных евроклире те кто покупал эти расписки по дешевке и достаточно много могут продавать даже по текущей цене в рынок поэтому я бы вернулся к рассмотрению этих компаний после после переезда до тиньков как только переедет как только мы увидим возможную реализацию того на веса продаж который возможно будет если опять же ограничение никаких со стороны центрального банка не будет я бы следил опять же за той информацией которая может поступить центральная банка если будет какие-то ограничения соответственно это этот момент риска он отпадет пока что этот момент риска сохраняется лезть в эту бумагу я бы конечно не рекомендовал мы можем увидеть перед самым переездом некий отскок но это отскок будет от закрытия шартов до которые открывали шарты на данном снижении после собственно одобрения акционерами переезда то есть у нас акционеры тинькова одобрили переезд и с этого момента у нас начали сливать бумагу то есть после подтверждения к этой бумаге я бы вернулся уже после переезда либо при возникновении каких-то интересных новостей со стороны центрального банка по ограничению навеса продаж по ограничению возможности продаж тех расписок которые были куплены задешево вчера у нас также стрельнул яндекс но здесь на самом деле играют так скажем и рискуют был пробит уровень наклонной линии вот и соответственно мы увидели ускорение здесь по-прежнему много неопределенности компания вроде как идет к разделению бизнеса но никакой конкретики касательно этого нет почему яндекс не может поступить также как тот же самый киви да когда практически кинули акционеров вполне вероятный такой исход поэтому доходность она всегда сопряжена с риском чем выше доходность тем больше риски соответственно те кто покупает яндекс сейчас текущих условиях условиях неизвестности достаточно сильно рискует но за высокий риск соответственно и премия доходности она выше я в этой истории не участвую я капиталом рисковать в таких условиях неопределенности не хочу что будет бумагой если возникнуть возникнут те риски реализуются те риски которые могут реализоваться ну просто-напросто те кто рисковал останутся на достаточно высоких уровнях но опять же рынок живет ожидаем и ожиданиями поэтому сейчас многие просто-напросто кто покупает яндекс надеются на лучшее возможно так и будет этого никто не знает ребят вот такой вот небольшой обзор пишите комментарии что вы думаете по этому поводу подписывайся на канал ставьте лайки все ссылочки находятся под видео в описании на подписку моих соц сетей это и закрытый вип-канал и открытый бесплатный телеграм-канал где выкладывать все важные новости все ссылочки находятся в описании под видео но принципе по индексу московской биржи я все описал будем следить за развитие данной ситуации пробой верхней границы данного канала будет служить о дальнейшем росте нашего рынка